Всем привет, с вами Максим и это канал Хороший Выбор. Мы продолжаем сравнивать процессоры Intel и AMD на базе разных видеокарт. Недавно было сравнение 8000 FX против Intel i3 на базе GTX 980 CI. В этом тесте мы столкнем все те же процессоры, но уже с чуть более слабой видеокартой GTX 970. Если с видеокартами все более-менее понятно, но об этой модели я еще подробнее пару слов чуть позже скажу, то на процессорах нужно остановиться подробнее. В сравнении участвуют Intel-овский i3 Skylake, а именно i3-6100, и AMD-шный FX, который в тестах помечен просто как FX83XX. Что это значит и почему? Физически тесты проводились на камне FX8370, который работает на частоте 4100 МГц, но по сути эту частоту может взять абсолютно любой восьмитысячник, начиная с самого дешевого 8300 или 8320E. Просто было очень много комментариев на тему того, что почему вы не разогнали FX там еще больше или до предела, или вообще не разогнали. Если смотреть на цены, то i3-6100 сейчас стоит около 10,5 тысяч рублей. За эти же деньги мы можем купить как раз самые бюджетные, самые дешевые восьмитысячные FX, те же самые 8320 или 8320, при том, что из коробки они работают на частоте около 3,5 ГГц. И если смотреть на эту ситуацию с этой стороны, получается, что процессор разогнан, потому что до 4100 восьмитысячники можно разогнать даже без поднятия напряжения и без покупки дорогого мощного кулера. Почему мы не разгоняем процессоры в этом случае до предела, до 4,5, до 5 ГГц? Потому что зачем рядовому покупателю идти в магазин за устаревшим процессором, брать к нему дорогую материнскую плату, брать дорогой кулер, брать дополнительные вентиляторы для охлаждения цепей питания и потом еще несколько часов экспериментировать с частотой и вольтажом, чтобы добиться желанных там 4,5, 4,8 или даже 5 ГГц, при том, что i3 даст вам, ну, фактически те же результаты просто из коробки. Купили, поставили, пользуйтесь. Но эта информация как-то ближе к выводам, поэтому поговорим об этом еще в конце выпуска. Если вкратце, то i3-6100 работает на своей стоковой частоте, 8000FX на частоте 4100 МГц, и, ну, будем считать, что это самый дешевый 8000-ник, вот разогнанный до таких величин. Для частоты 4100, скорее всего, даже напряжение поднимать не нужно, и вам не понадобится охлаждать цепи питания и покупать более дорогой кулер, поэтому получится, что две системы находятся примерно в одинаковых условиях по цене. Ну и давайте взглянем теперь на видеокарту. Это 970 GTX в исполнении от Gigabyte серия Extreme Gaming. И это самый быстрый 970 GTX, который когда-либо был у меня в руках. Прямо из коробки видеокарты работает на частоте 1410 МГц. Напомню, для 900 GTX в принципе 1,5 ГГц это предел, и нужно постараться, чтобы до этой частоты добраться. Здесь вам из коробки практически максимально возможный разгон для видеокарты. При том, что в тестах температуру выше 57 градусов я не видел. Тепло рассеивает алюминиевый радиатор с шестью тепловыми трубками, при том он прилегает не только к видеоядру, но также и к цепям питания, и к чипам памяти. И также, как видите, здесь три небольших вентилятора, они умеют работать в пассивном режиме, если нагрузка на видеокарту небольшая, то они просто не включаются, но даже под нагрузкой их не слышно совсем. С этим сейчас, к счастью, у большинства производителей все хорошо, а Gigabyte не исключение. И также нужно сказать, что никаких свистов-дросселей на этой видеокарте выявлено не было, какая бы нагрузка в игре не была, неважно, какой фреймрейт, в игре, в меню, в общем, видеокарта реально бесшумная. Еще из особенностей у видеокарты есть Backplate и полностью настраиваемая подсветка. Это те самые круги или кольца под вентиляторами, и также подсвечивается надпись Windforce сверху, ну или сбоку, смотря как на видеокарту смотреть. Вы можете сами настроить цвет подсветки, как вам вздумается, или выбрать один из предустановленных цветов. Также есть несколько режимов. Есть просто ровное свечение, есть эффект дыхания, эффект вспышки и эффект двойной вспышки. Наверняка найдутся люди, кто больше времени проведут с настройкой цвета этой видеокарты, чем непосредственно в играх. Ну да ладно. Еще одна немаловажная особенность, это то, что в видеокарте требуется два 8-пиновых контакта для питания, прям как какой-нибудь 980-й Ti, но еще раз напомню, это всего лишь 970-й. В общем, имейте в виду, проверьте, хватит ли шнуров на вашем и разъемов на вашем блоке питания. В общем и целом, могу назвать карту хорошим выбором. Актуальная цена есть на нее в описании, так же, как и цены на процессоры, которые мы сегодня тестируем. Ну, собственно, давайте к тестам и перейдем. Итак, начинаем с Fallout'а, ультра настройки, и если смотреть только на минимальный и максимальный фреймрейт, то ситуация примерно такая. i3 выдает от 58 до 96 кадров в секунду, FX от 46 до 81. Мы не берем во внимание экстремальное значение, когда в кадре оказывается просто какой-нибудь кусок земли, и там оба процессора выдают 100 с лишним кадров в секунду, что неудивительно. При этом, если смотреть на средний фреймрейт или на то количество кадров в секунду, которое мы получаем чаще и больше всего, то преимущество, безусловно, за i3. Дальше Assassin's Creed Syndicate. Сначала мы его хотели протестировать на ультра настройках, но 970-й GTX эту игру просто на ультрах не вывозят. Как видите, мы получаем слайд-шоу из 5, может быть, 6 кадров в секунду, при том, что, обратите внимание, видеокарта нагружена на все 99%. Поэтому мы опустим настройки на одну ступень до очень высоких. При этом, как видите, расстановка сил по сравнению с тестом на GTX 980 Ti никак не изменилась. На крыше, когда в кадре очень много объектов, преимущество у FX. Если спуститься на улицу, то преимущество перейдет к i3. Фреймрейт при этом, если говорить о минимальном и максимальном, у i3 разброс от 43 до 51, у FX от 38 до 54. Call of Duty Black Ops 3. Никакой вертикальной синхронизации, максимальное количество кадров 240 и максимальные настройки в игре без размытия в движении. И по минимальному и максимальному фреймрейту все очень похоже. От 48 до 72 у i3 против разброса от 49 до 71 у FX. Оба процессора ведут себя очень похоже, выдают практически одинаковый результат. Но при этом i3 оказывается нагруженным под завязку чуть чаще, чем восьмитысячный FX. И в самые нагруженные моменты с FX мы все-таки получаем на пару-тройку кадров в секунду больше. Ну и следующие два теста будут, наверное, самыми спорными, потому что они сняты при разных условиях. Но так получилось, они с очень большим разбросом по времени происходили. Тем не менее, первый из них это Star Wars Battlefront. И если говорить про минимальный и максимальный фреймрейт, то на i3 он от 88 до 108 кадров в секунду, на FX от 98 до 125. При этом, как видите, i3 досталась гораздо более графически навороченная карта, и он там нагружен большую часть времени под завязку. Ну и последняя на сегодня игра это Rainbow Six Siege. И снова i3 досталась более сложная карта с большим количеством потенциально разрушаемых мест. По фреймрейту получаем следующее. У i3 от 45 до 48 фпс, у FX разброс от 55 до 63. Но повторюсь, i3 здесь приходится рассчитывать гораздо больше физики. Ну да ладно, оправдание в сторону, в следующий раз сделаем тесты точнее, а сейчас переходим к выводам. Ну что ж, выводы. FX 83 в что угодно на частоте 4100 МГц, и i3 6100 в большинстве случаев выдают очень и очень похожую производительность, если у вас видеокарта уровня ниже, чем GTX 980 Ti, а в 99% случаев так оно и есть. Да, в зависимости от игры, или даже в зависимости от ситуации в игре, преимущество переходит то к одному процессору, то к другому. Где-то FX катастрофически не хватает производительности на ядро, где-то i3 не хватает ядер или потоков, но это в общем-то неудивительно. Но в целом производительность очень и очень похожа. Что я по этому поводу могу сказать? Если вы сейчас сидите на 8000 FX, то да, разгоните его и пользуйтесь дальше. Переходить на i3, ну только разве что ради смены самой платформы, но вы потратите около 20000, то есть новая материнская плата, новый процессор, и получите фактически ту же производительность. Но вот если вы собираете систему с нуля, или обновляетесь с какого-нибудь очень старого компьютера, там, с Core 2 Duo или аналогичного AMD-шного Атлона, то лучше возьмите комплект с i3. Нет, ну если вам позволяет возможности, то и с i5, и с i7, но если говорить об одной и той же ценовой категории, то есть 8000 FX против i3-6100, я в данном случае за 600. Ну, как я в самом начале сказал, вы можете взять 8000 FX, помучиться, разогнать его, купить охлаждение для материнской платы, и вот это всё, но зачем? Процессор сам по себе устарел, всё-таки ему сколько сейчас? 5 лет, и на этом сокете уже ничего нового не появится. Да, возможно, ну даже невозможно, скорее всего, в конце года AMD представит новые процессоры, но это ждать до осени, опять-таки. Если говорить про здесь и сейчас, то Intel по всем параметрам выигрышнее. Он новее, он даёт такую же фактическую производительность, как и 8000 FX в играх, он не требует какого-то зверского охлаждения, вы просто покупаете, вставляете, и всё работает. Ну вот, это я и постарался наглядно показать в тестах. Пожалуй, на этом буду заканчивать. У нас уже готовы тесты с 950 GTX, сейчас в процессе теста с 960, так что в скором времени они тоже на канале появятся, так что подписывайтесь, чтобы не пропустить сравнение всё тех же двух процессоров, ну и между этими тестами будут какие-то выпуски. В общем, подписывайтесь на канал, чтобы ничего не пропустить, рассказывайте друзьям, если вам здесь нравится, заглядывайте в описание, там есть актуальные цены на процессоры и видеокарты, о которых я сегодня говорил, и также ссылки на нашу группу ВКонтакте, Инстаграм со спойлерами, лайв-канал, твич-аккаунт, в общем, посмотрите, какая там движуха происходит, вступайте, подписывайтесь, если понравится, и увидимся с вами в новых выпусках. Пока!